Приветствую вас, я бы сказал, что смиряться с тем, что происходит, вам не нужно, потому что, что значит смириться? Смириться это значит просто принять, но в данном случае свекровь она, как вам и сказали мои коллеги, она не изменится, и она станет такой же. Другой момент, как вы реагируете на ее поведение, на ее отношение к себе, как вы реагируете и почему, то есть какие чувства у вас вызывают ее поведение по отношению к вам. Это первое. Второе. Понимаете, вы сказали, что вы не живете с мужем, пока вместе. И вы же как-то пришли, да, в какой позиции, вы же как-то пришли к этому, к тому, что с мужем вы не живете вместе. То есть, получается, как, что с мужем вы вместе не живете, но зато живете со свекровью. И чем продиктовано, чем продиктовано такое решение? Нужно понять, насколько вы ответственно подходите к себе и к своим ценностям, к своим целям, к своей безопасности. Понимаете, ведь живете, то вы все-таки не за свекровью, живете, то вы все-таки с мужем. А ведь получается, что живете вы именно со свекровью. И со свекровью вы живете больше, да, чем, соответственно, с мужем. И нужно смотреть, нужно смотреть, как вы оказались на пути, как вы оказались на таком пути, как вы оказались в таком положении. Вполне возможно, что именно безответственный подход к своей жизни привел вас в это состояние. Ну, а может быть, что-то еще. Может быть, что-то еще. Поэтому первое, это освоение практик общения, да, то есть, ну, научение, учиться, общаться конструктивно. Вот. Это первое. Второе. Второе. Работа со своими чувствами. То есть, чтобы свекровь не говорила, чтобы она не делала, но это не физическое воздействие на вас. Если это не физическое воздействие на вас, то вы, значит, воспринимаете то, что происходит, только через призму своих чувств, только через призму своих переживаний. А это можно и нужно скорректировать. Вот. Вот пока что, я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос, потому что информации вы предоставили себе довольно мало. Точнее, вообще не предоставили почти никакой информации, да, нужна все-таки история, но желательно все-таки история. Побольше, да, побольше таких подробностей, вот, побольше описания того, как вы оказались в этой ситуации сами. Вот. То есть, это, на мой взгляд, как раз-таки самый главный момент здесь. Если вы хотите жить счастливо, то нужно отдавать себе отсчет, как в личной границе, правильно вам мои коллеги указали, вот. Так и разбираться в своих чувствах, в своих эмоциях, вот, и смотреть, какую реакцию вызывают, вот, подобные проявления. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что на данный момент вы находитесь в таком зависимом и жертвенном положении. Это положении. Это положение ни в коем случае не может вас устраивать, ни в коем случае не может вас удовлетворять. Вот. Но без коррекции, без коррекции отношения к себе, на мой взгляд, ничего не выйдет. Вот. Вот. Потому, потому что, пока что, получается только, что окружающие люди влияют на вас. И вы от кого-то зависите. Ну, в частности, вы зависите, например, от свекрови, в частности, вы можете зависеть от своего мужа. Вот. 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 Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Значит. Значит, посмотрите в интернете обязательно треугольник Скартмана, чтобы получить представление о том, что такое позиция жертвы. Вот. И что с этим, и как из этого выходить. Как, ну, как, как вариант. Вот. Примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Отдельно мне бы хотелось отметить, что установление личных границ и разграничение ответственности личной, и ответственности других людей для вас, за себя, очень важно будет. Поэтому, если с этим наблюдаются проблемы, с остановкой личных границ и с разделением ответственности за ограничением, то в этом тоже вам можно будет помочь. Но ключевой момент заключается в том, какие чувства вызывают у вас отношения свекрови и как вы оказались в текущем положении своем. То есть, как конкретно вы оказались в том положении, в каком вы сейчас находитесь. Ведь это же было следствие вашего выбора. И я не уверен, что свекровь, она никогда не проявляла себя, никогда не проявляла своих эмоций раньше. Никогда не проявляла своих чувств, таких, своего отношения к вам раньше. Поэтому здесь я рекомендую вам тоже зазлить свое внимание. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok